Есть окружность. На нее, независимо друг от друга, произвольно бросаем три точки. И соединяем. Получается треугольник. У окружности есть центр. С какой вероятностью центр будет внутри треугольника? Ну и, соответственно, с какой вероятностью он будет вне? Давайте я сейчас расскажу вам два решения этой задачи. Желательно, чтобы они привели к одному и тому же ответу. Хотя вероятностью бывает, что двумя способами решаешь, получаешь разные ответы. Это когда чуть-чуть по-разному понимаешь условия. Ну давайте посмотрим. Все ли согласны, что когда бросаешься точки, то из-за того, что окружность симметричная, можно считать, что одна из них попала в какое-то определенное место? Давайте считать, что вот эта точка прибита. Вот здесь вот у нас просто, не знаю, вбит колышек и все. В таком случае у нас остальные две точки как-то расположены на голову. Правильно? Замечательно. Давайте введем обозначение. Обозначим камеру. Вот этот угол обозначим камеру. А этот угол обозначим. Догадайте. Бета. Отлично. Согласитесь, что вот дуга будет величиной 2 грамма, ну соответственно, чего бета. А вот эта дуга будет величиной 2б. 2б. Отлично. Что мы в таком случае знаем про бета и грамма? Ну понятно, что ли? Мы знаем, что гамма больше нуля и меньше 180 градусов. Так, у стоимости градусов то же самое с такими. То же самое как бета больше нуля и меньше 180. Отлично. И, собственно, и все. Или не все? Там есть еще одна цена, которую я забыл. Ну их сумма. Их сумма что ли? Меньше 180. Ну так. На самом деле вот эту даже я зря не шла. Меньше граммов. Нет. И при этом они оба положены. Хорошо. А вот теперь просто идея. Давайте я нарисую систему координации. По этой оси будут кладу бета, по этой оси туда, туда будет гамма. А вот здесь вот я нарисую систему координации на самые 180 градусов. Скажите, пожалуйста, как выглядит график прямой бета плюс гамма равно пи? Все согласны, что вот так? Да. Отлично. Как выглядит множество точек, где гамма больше нуля? Правая плоскость. Снутри обойничьем. Бета больше нуля. Верхняя плоскость. Значит, вы должны взять внутренность вот этого треугольника. Согласны? Отлично. А вот теперь вопрос. В каком случае центр окружности лежит внутри треугольника? Да? Когда бета плюс гамма и это пи. Когда треугольник остеугольник. Ну да. Да. Есть такое правило. Если треугольник тупоугольник, то? А что такое остроугольник? Это значит, что бета меньше, чем 90. Гамма меньше, чем 90. Сумма больше 90. Я вот вопрос. Альфа меньше, чем 90. Как это написать через бета и гамма? Сумма больше 90. Сюда вот подставляете. И действительно получается, что сумма бета и гамма должна быть больше 90. Так отлично. Сумма бета и гамма равна 90. Это вот в этих двух. Вот здесь. Сумма больше, чем 90. Это вот здесь. Гамма меньше, чем 90. Так? Бета меньше, чем 90. Это с этой стороны. Гамма меньше, чем 90. Это с этой стороны. Где на этой картинке расположены остроугольные треугольники? Вот в этой области. Одна четвертая. Разумеется, ответ одна четвертая. Во-первых, решение понятное. Во-вторых, есть более простое. Вот удивительным образом, даже для этой задачи есть более простое решение. Давайте я его сейчас раздушу. Так. Вот у нас есть центр окружности. Так. Ну что? Мне нужен человек, который отметит три произвольные точки на окружности. И напишет там букву А, Б, Ц. Нормально. Все, спасибо. За счет. Ну, правда, что любые точки? Да. Ну, я сейчас делаю замечательный метал. Господа, если у нас здесь есть произвольная точка, я напишу здесь Б штрих. Диаметрально противоположная точка столь же произвольно, как точка Б. Смотрите, потому что она получена просто поворотом на сто седьм градусов. Вот если бы я какое-нибудь хитрое преобразование сделал, скажем, я половину огромности бы сжал, а остальное бы стянул, или что-нибудь такое, то нельзя было бы говорить. А здесь преобразование взаимно однозначное, и плотность будет такая же. Диаметрально противоположная точка Б штриха. Теперь давайте я здесь нарисую. И здесь я тебе прошу. Здесь нарисую, здесь я буду сжать. И, внимание, треугольник А, Б, Ц. Треугольник А штрих, Б, Ц столь же произвольный. Треугольник А, Б, Ц штрих, Ц. А, Б, Ц штрих. Что там еще бывает? А штрих, Б, Ц. А штрих, Б, Ц штрих. Что там еще бывает? А, Б штрих, Ц штрих. А штрих, Б штрих, Ц штрих. Это восемь штук. И они все произвольные треугольники. Согласны? При этом иногда треугольник такой остокогольный. При одном положении точка Б, Ц. А при другом положении точка Б, Ц, он в том положении. Согласны? Замечательно. А вот теперь замечательно. Я еще раз. А давайте-ка я задам вам вопрос. Если вы нарисуете все такие треугольники, в скольких из них на самом деле лежит точка О? В двух. В двух. Смотрите, почему. На этой треугольнике это А, Б, Ц. И. Согласны? Каждый точек те штрих. Если бы треугольник был другой, то было бы другой. Но 2 из 8. Понятная идея? Все. Значит, ответ... Правда, неожиданно. Не знаю. Очень красивое доказательство. Я его совсем недавно узнал. И мне кажется, симпатично. Кстати, интересный вопрос. А если у меня есть четыре точки, независимо друг от друга, совсем независимо, распределенные равномерно по поверхности сферы? Там же тоже можно взять слайдер и задать вопрос. Задать такой вопрос. С какой вероятностью центр сферы попадет в тетрайдер? Да? Ноль. Да. Но как доказательство? Смотрите. В случае плоскости была понятная вот эта вот работа с углами. Правильно? Потому что, ну, вы могли вот эти углы написать, да, и так далее. А как сказать, что точка лежит внутри тетрайдера? Непонятно, как там создавать на сфере координаты. Тяжело, непонятно. Но вот эта вот идея срабатывает. Смотрите, что вы делаете. Вы говорите, что для произвольных четырех точек в асфере АЦД есть им диаметрально противоположные точки. А, штрих, В, штрих, С, штрих, В, штрих. И будет уже не восемь штук, а шестнадцать. А дальше замечательная вещь. Вот если центр сферы попал в какой-то тетрайдер, то заменяя все места, где был штрих на не штрих, вы получаете центрально симметричный тетрайдер. И там, конечно, он тоже будет, да? Если лежишь в тетрайдере, то в том, который получен центральной симметрией с центром в центральной сфере, тоже лежишь. Поэтому два варианта будут. А больше не будет. Почему? Потому что когда вы взяли тетрайдер, и у него одну вершину заменили на диаметрально противоположную, то если точка лежала, то понятно, что при этой симметрии она прекратит лежать. Согласны? Замечательно. А если две заменили, то уже прекратит. Объясняю почему. Когда у вас есть тетрайдер произвольный, то есть такая плоскость, которая параллельна двум противоположным ребрам. Представьте себе, что вы вот эти две точки заменяете на симметричные. Тогда надо посмотреть плоскость, которая параллельна вот этому ребру и противоположному ребру. И вдруг центр сферы лежал, да, в такой же таки. И пусть он центр сферы лежал ближе сюда. Тогда при симметрии у вас очевидным образом вот эти две точки перейдут, что называется, ниже и центр прекратит лежать. Правильно? А если он лежал ближе, ближе к, ну, сюда, тогда, наоборот, они перейдут выше, что называется. Понятная идея? Все, девять.